Чернобыльской атомной станции посвящены тысячи материалов, аналитических статей и подробных фотоотчетов. Однако ни один из них не в силах передать того, что открывается взору человека. Спустя три с лишних десятилетия здесь по-прежнему главной хозяйкой остается радиация. И главное доказательство этому – вот это стелла с факелом, которая находится на подступах к станции. Проезжая мимо нее, даже внутри салона автотранспорта уровень радиации увеличивается до 3500 микрорентген, что превышает норму примерно в 120 раз. Несмотря на то, что Чернобыльская АЭС уже не вырабатывает энергию, она все еще остается действующим предприятием. На ее территории сегодня трудятся 2400 человек. В частности, активные работы ведутся под новым укрытием старого саркофага, которое стало самой большой в мире передвижной арочной конструкцией. Она понадобилась в связи с изношенностью старого саркофага, который начал разрушаться и выпускать радиацию. А благодаря надвижке новой арки радиационный фон возле четвертого энергоблока снизился более чем в 4 раза. Однако новое укрытие до сих пор еще не введено в эксплуатацию, так как внутри конструкции необходимо было установить еще очень много технических систем. Вентиляцию, системы контроля, защиты от молний, от пожаров и так далее. Но, сами понимаете, работы эти выполнялись медленно из-за высокого излучения внутри. Правда, на сегодняшний день уже все практически готово и, скорее всего, со дня на день арка заработает в полной мере. После этого планируется разобрать крышу старого укрытия, удалить или закрепить все нестабильные конструкции и начать выгрузку всего того радиоактивного безобразия, что находится внутри саркофага. Что же происходит сейчас на оставшихся целыми после аварии в трех энергоблоках Чернобыльской АЭС? Ведь, хоть они отключены, но вы должны понимать, что остановить атомную станцию – это совсем не то же самое, что выключить бытовой прибор. Есть режим АЗ-5? Здесь тишины идут с доном. На самом деле, ЧАЭС еще до 2065 года будет считаться действующим предприятием. Именно столько времени нужно, чтобы окончательно вывести ее из эксплуатации. До 2022 года предполагается закрыть и законсервировать все реакторы и наиболее грязное оборудование. А уже потом, в течение 20 лет, когда произойдет природный полураспад радионуклидов, приступить к переработке остального оборудования и конструкции. Сейчас мы двигаемся по золотому коридору, который получил свое название из-за облицовочных панелей из анодированного алюминия. За последние 33 года он совсем не изменился. По нему по-прежнему ходят работники станции, ведь этот коридор длиной почти километра соединяет все четыре энергоблока и упирается в саркофаг. Всем посетителям и работникам тут для обеспечения безопасности выдаются индивидуальные дозиметры. На сегодняшний день все топливо из трех энергоблоков ЧАЭС уже выгрузили. И сейчас оно находится в хранилище отработанного ядерного топлива, так называемого мокрого типа, Хаят-1, построенном еще в советские времена. Впоследствии топливо будет перемещено в строящееся на сегодняшний день хранилище сухого типа, где оно будет храниться в специальных контейнерах в течение следующих 100 лет. Кроме того, на первом и втором энергоблоках ЧАЭС сейчас происходит демонтаж конструкции и оборудования, а в маш-зале энергоблока-1 ведется подготовка к созданию хранилища радиоактивных отходов. Такое решение было принято из-за того, что уже сейчас в хранилищах ЧАЭС находится 22 645 метров кубических радиоактивных отходов, что примерно равно объему 9 олимпийских бассейнов. И если так дальше дело пойдет, то через 2-3 года новые отходы просто негде будет хранить. А вот часть помещений третьего энергоблока ЧАЭС на сегодняшний день сохранилась практически в первозданном виде. Во всяком случае, когда находишься на блочном щите управления, который один в один напоминает БЩУ взорвавшегося четвертого блока, и видишь остановившиеся приборы, документы и тумблеры с надписью «Выведено из эксплуатации», возникает болезненное ощущение непоправимости произошедшей трагедии. Именно сюда, на третий энергоблок, сейчас чаще всего водят экскурсии и различные делегации. Для демонстрации работы реактора и объяснения механизма аварии. Ну а вот в тот самый печально известный четвертый энергоблок вход строго ограничен. Под сам саркофаг гостей, конечно же, не пускают. Там до сих пор сохраняется просто запредельный уровень радиации. А вот на блочный щит управления четвертого энергоблока изредка и на очень короткое время, чтобы не успели облучиться, заводят людей. Хотя смотреть тут, как видите, особо нечего. Все заброшено и покрыто толстым слоем пыли. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! А как же на ЧАЭС поступают с радиоактивными отходами, которые извлекают из энергоблоков? На самом деле для этих целей здесь построено два завода. Промышленный комплекс по обращению с твердыми радиоактивными отходами и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Все жидкие РАО сначала превращают в цементную смесь, которая упаковывается в 200-литровые бочки, а затем в железобетонный контейнер. Этот контейнер отправляется в хранилище. Твердые же отходы после переработки хранятся на временных площадках, либо перевозятся в специальный могильник «Буряковка». Еще один интересный объект, который находится в административном корпусе ЧАЭС – это подземный бункер. Именно сюда спустились работники станции ночью 26 апреля 1986 года, после того, как сделали все возможное для предотвращения аварии. Именно здесь первые часы после аварии находилось руководство станции и ответственные лица. И по сегодняшний день здесь, в надлежащем состоянии, поддерживаются все необходимые коммуникации системы, чтобы в случае какого-либо ЧП работники станции могли проникнуть сюда и чувствовать себя в безопасности. Вы, наверное, много слышали рассказов о самах гигантах у подножья ЧАЭС. Это вовсе не миф. В бассейнах, некогда созданных для охлаждения реакторов, кишат рыбы, а между ними и правда важничают громадные сомы, достигшие в длину полтора-два метра. Вот только мифом является история о мутациях. Таких размеров жители водоема достигли отнюдь не из-за радиации, а по той простой причине, что ловить их уже много лет как запрещено. А вот кормить хлебом из местной столовой вовсе нет. Кстати, о столовой. Она находится в отдалении от основных блоков станции. Радиационный фонд здесь строго контролируется, и все продукты привозятся из Киева. Так что работники ЧАЭС ежедневно получают вкусный, полезный и при этом бесплатный обед. Но, несмотря на все трудности, жизнь на Чернобыльской АЭС продолжается. Ведь совсем недавно на площадке ЧАЭС вновь началась выработка электроэнергии, на этот раз солнечной. В 100 метрах от взорвавшегося четвертого реактора ЧАЭС недавно открыли солнечную электростанцию мощностью в 1 мегаватт. Такую же в скором времени построят в городе Чернобыле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok